Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про астму у кошек. Астма часто встречается не только у людей, но и у кошек. Это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, при котором из-за аллергии сужаются бронхи. Чаще всего им болеют кошки в возрасте от двух до восьми лет? Что может стать причиной астмы у вашего любимца? Какие симптомы сопровождают это заболевание? И как стоит лечить астму? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про астму у мяукающих. На ранней стадии развития астмы у кошек довольно сложно распознать из-за слабых симптомов. Первое проявление болезни, редкие приступы затрудненного или учащенного дыхания и повышенная утомляемость животного. Со временем приступы становятся чаще, сопровождаются сухим кашлем, с хрипом и свистящими звуками. Кошка начинает страдать сонливостью, плохо ест и теряет ко всему интерес. Иногда причиной астмы выступает генетическая предрасположенность питомца к этому заболеванию. Однако чаще всего причиной астмы становится контакт питомца с аллергенами. Недавно появившаяся в квартире новая бытовая химия и парфюмерия, сигаретный дым и пыль – все это может спровоцировать астму у кошки. Если же симптомы заболевания у вашего питомца проявляются только в определенное время года, скорее всего астма у него связана с цветением какого-то растения. Астма у кошек не заразна, нет угрозы здоровью других животных или хозяина. Однако для самого питомца это заболевание представляет серьезную опасность. Астма не проходит сама по себе, ее обязательно нужно лечить. Если вовремя это не сделать, может быть летальный исход. Во время очередного приступа питомец просто может задохнуться. При появлении проблем с дыханием у кошки необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Приступы астмы можно контролировать, в некоторых случаях удается даже добиться полного выздоровления любимца. Прежде всего нужно выяснить, какие аллергены вызвали это заболевание и оградить от них питомца. Также вероятно, что ветеринар пропишет вашему мяукающему другу прием специальных лекарств. Развитие астмы у кошки можно предупредить. Для этого необходимо регулярно проветривать дом, проводить в нем влажную уборку и убрать от любимца предметы с резким запахом. И конечно нельзя забывать о регулярных профилактических осмотрах животного у ветеринара, особенно если ваш питомец имеет генетическую предрасположенность к астме. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про астму у кошек. Развитие этой болезни можно избежать, если соблюдать простые правила и вовремя обращаться к ветеринару. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайте, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok